здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи доктор владимир миссамет и визе еврейского университета иерусалима здравствуйте владимир здравствуйте добрый вечер объявлено что премьер-министр израиля скоро отправится в вашингтон на личную встречу с президентом ша байденом и как заявил сам премьер-министр на пресс-конференции по этому поводу что основной темой визита станет игр иранская угроза и вот конкретно его цитата мы завершили процесс формулирования политики по иранскому вопросу конец цитаты скажите пожалуйста что на ваш взгляд означает эта фраза что мы завершили формулирование вот отношения к иранской проблеме это какая-то новая формулировка появилась в израиле по отношению к предыдущим позициям или это та же самая позиция и почему иранская тема которая в общем-то них не самая активная была в последнее время станет главной в ходе визита бен это в ша ну я думаю что позиции израиля в направлении противодействия иранской атомной проблеме совсем не изменилась собственно говоря она высоко была поставлена и очень котировалась и уделялось большое внимание в последние годы пребывания у власти бенемина натаньягу я не думаю что с тех пор что-то изменилось тем более что у нас остался тот же министр обороны который собственно реализует эту как бы военную часть этой программы кроме того у нас тот же начальник генерального штаба у нас те же это главное направление внешней политики поэтому может быть нужно было их каким-то образом подтвердить и скорректировать и видимо в этом смысл как раз заявление потому что ведь с приходом власти нового правительства были какие-то неочередны в неочередные задачи приходилось видимо первым делом делать то что у нас очень было горячо это вопрос наверное противостояния другой угрозе противостояния эпидемии коронавируса его час пришло время уже как бы все становится на свои рельсы приходит время опять навести порядок как бы определенным образом актуализировать иранскую атомную проблему а то что я необходимо актуализировать это собственно говоря вещь не требующая доказательств потому что ведь время уходит и несмотря на то что до сих пор переговоры по свпд которые начались еще четыре месяца назад они перестановились но ведь проблема от этого не уменьшается более того я предположу что и собственно говоря не думаю что я один предположу что программа атомная она обретает все новую актуальность потому хотя бы что она становится более острой потому что все время озвучиваются цифры того какой ирана к накопил атомный запас насколько он насколько шагов он вышел из тех условий которые перед ним были поставлены июле 2015 года и становится ясно что мы не успеваем даже следить за тем что происходит вот недавно говорили о том что запас обогащенного урана в 12 раз превышает сейчас он наверное уже в 14 раз превышает тот который был дозволен договор венскими договоренностями и этот процесс все еще идет более того мы видим что процесс не регулироваться в том плане что инспекторы магатэ до сих пор не могут ознакомиться с программой как она обстоит и последние собственно говоря заявление руководителей международного агентства по атомной энергии говорят о том что там тоже серьезно озабочены последние годы несмотря на то что израиль высказывал озабоченность соединенные штаты тоже высказывали озабоченность но позиция магатэ не всегда была четкой потому что магатэ все время заявляла что мы видим что действительно программа движется по не совсем нами одобрил одобриваемому направлению но сделать пока ничего нельзя но последнее время выяснилось что несмотря на то что инспекторы магатэ иногда могут осуществлять контроль но они не могут иметь результаты потому что иранцы сказали что мы ознакомим вас результатами проверок только только тогда когда будет восстановлена членство соединенных штатов в договоре с впд и когда мы тоже вернемся в этот договор если посчитаем нужным поэтому программа и ее нарушение скажем так они имеют четко выраженную тенденцию и поэтому необходимо определиться что же чего же мы хотим каким образом будет или восстанавливаться с впд или каким образом соединенные штаты найдут выход из создавшегося положения все это конечно непонятно поэтому необходимо обговорить тем более что сами соединенные штаты которые на этапе перед на этапе выборов байдена твердо заявляли заявляли о том что мы создадим новый вариант программы новый вариант договоренности мы попробуем пересмотреть в последнее время они особой активностью не отличаются естественно это должно нас беспокоить потому что вступает тогда в силу то о чем израиль говорит все последние годы нас оставляют один на один с ираном всего атомная программа которая которая развивается приближается к своему логическому завершению и нужно решать то ли шестерка теперь это пятерка в принципе международных посредников должна сказать свое слово и сказать что же будет с договором с впд или остается ситуация в которой израиль должен решать каким образом ему действовать то ли попытаться договорить соединенными штатами то ли делать то о чем он давно говорил попытаться в одиночку решить а если решить в одиночку имеется ввиду что решить иранский атомный кризис военным путем то есть скажем так раздолбить иранскую инфраструктуру именно атомной программы речь не идет о войне речь идет военных действиях речь идет о точечных действиях которые уничтожат только те объекты которые представляют важность для реализации ядерной программы с другой стороны израиль не отказывается и от обычных своих действий по противодействию этой иранской атомной программе мы знаем о чем речь идет речь идет о том чтобы попытаться определенным образом ослабить программу сбить ее динамичного продвижения вперед то есть то что делалось последние месяцы имеется ввиду вывод из действия скажем цеха по производству центрифуг на атомном проекте в в натанзи на таком же проекте в городе кераджи под тегеран то есть попытаться определенным образом выбить эту программу из кали помешать ее реализации как пути остановки динамичного продвижения иранской атомной программы скажите пожалуйста инциденты после последних месяцев я имею ввиду нападение на танкеры обстрелы в чем израиль открыто обвиняет иран это все так сказать антураж нашей внешне ближнего восточной политики или же это серьезная ситуация которая может добавить ну скажем так агрессивность израильским планом в отношении атомной программы ирана я думаю что речь идет о том что очень многие действия которые приписываются израилю вот те которые я назвал уже по имеется ввиду по выводу из программы иранских мощностей по обогащению урана другие скажем ликвидации скажем специалистов из иранской атомной программы имеется ввиду скажем фахри за д в ноябре прошлого года имеется ввиду кроме того собственно говоря определенные диверсии по выводу по ликвидации скажем крупных иранских военачальников это все военные действия которые израилю приписываются но которые как считают иране должным образом не отомщены поэтому иран пытается создавать некую активность действий на этом направлении и пытается делать диверсии против иранских объектов в частности они выбрали иранские израильские корабли правда выбор не всегда логичен не всегда точен потому что вы помните что были попадания в корабли которые собственно говоря лишь частично связаны с израилем поэтому это такая политика так называемая такая война канонерок то есть такое истощение друг к другу попытка показать что между странами нет нормальных отношений а есть некая конфронтация которая может принимать более жесткие менее жесткие формы я думаю что это рассматривать можно только в таком направлении еще одна тема Афганистан уже в последние дни много сказано о том что там происходит много предположений много выводов анализов и так далее возьмем только один аспект этой проблемы Иерусалим официальный Иерусалим в частных беседах с журналистами и западными скажем так высказывает свой интерес внимание и озабоченность тем что происходит в Афганистане почему на ваш взгляд чем происходящее в Афганистане важно для Израиля и вообще может ли то что там сейчас происходит повлиять на ближневосточную ситуацию я думаю что конечно да потому что то что происходит в Афганистане собственно говоря страна погружается в такую трясину исламского экстремизма то есть вот в Афганистане это уже было вы помните что в девяносто шестом году в сентябре девяносто шестого года талибы пришли к власти они находились у власти до 2001 года пока так сказать Соединенные Штаты решили не навести серьезный порядок с исламским экстремизмом и собственно говоря ввели войска и казалось что там создалась некое такое равновесие которое не даст развиваться талибам ведь талибы в принципе сила по большому счету не очень мощная их насчитывается по разным оценкам может быть 70-80 тысяч бойцов не очень обученные но полные такого звериного оскала что ли вот такого радикализма и они пришли к власти это говорит о том что собственно говоря целая страна погрузилась в такое средневековье со всеми исламскими ограничениями с непониманием ситуации в современном мире по афганскому календарю сейчас 1400 год первый год 15 века и ощущение что действительно Афганистан погружается вот в эту дату календаря такой календарь существует только в Иране и Афганистане вот это летоисчисление солнечное он как будто бы погружается и понятно что погружение Афганистана в эту ситуацию оно создает очень большие угрозы всему всему региону Ближнего Востока в чем эти угрозы эти угрозы в том что приход к власти ярого такого оголтелого фундаментализма который не признает современные законы я приведу вам например такой пример прежний приход к власти талибы захватили иранское посольство в городе Мазари Шарифи и просто поставили к стенке всех сотрудников посольства то есть они не признают даже дипломатического иммунитета и если вот час первые дни в Кабуле они молчат это не говорит о том что они через какое-то короткое время убедившись что мировое сообщество их в принципе приняло а ему нет резона не принимать потому что это свершившийся пакт оно начнет устанавливать опять те же законы те же порядки которые были и это чревато тем что пойдет очень большой поток беженцев во всем регионе прилегающим к Афганистану во первых это в Иран потому что в Иране достаточно много и на сегодня иранская граница с Афганистаном открыта и беженцы просто могут хлынуть с другой стороны это большая угроза радикализации стран которые близки территориально к Афганистану это вся бывшая советская центральная Азия несмотря на то что она пока не пускает к себе беженцев беженцев там Туркменистан Узбекистан Казахстан Киргизия все эти страны если например Казахстан напрямую не граничит но в любом случае это все хлынет и это может заполонить и важно даже не то что это физическое присутствие беженцев а важен тот радикализм который пойдет важна та идеология которая дает такой плохой пример государством Центральной Азии эта идеология показывает что даже небольшие людские резервы могут смести существующий порядок который весь пропитан в некоторых странах такой бюрократией, коррупцией и так далее то есть то чему противостояли как они заявляли талибы в Афганистане и вот это ужасно для всего региона Ближнего Востока для Израиля это очень важно потому что действительно приход власти талибов он определенным образом воодушевляет во-первых недобитое до конца исламское государство во-вторых другие организации исламского толка и террористические которые находятся в регионе Ближнего Востока например это создало очень большое воодушевление в Иране они говорят вот уходят Соединенные Штаты уходят из Афганистана как центра Ближнего, как центра Центральной Азии это значит, что регион как бы переходит на какие-то другие ориентиры там нет Соединенных Штатов Соединенные Штаты покидают то есть Запад расписывается в собственном бессилии в этом регионе и понятно, что это для Израиля очень важно кроме того, учтем еще интересную такую вещь сейчас фундаменталисты пришли к власти в Иране и новый президент уже сказал что мы готовы развивать отношения со всем миром кроме двух стран всего кроме Соединенных Штатов и Израиля то есть уже обе страны поставлены на одну доску если раньше иранцы говорили, что они могут в определенной мере добиться какого-то взаимопонимания с Соединенными Штатами сейчас они прямо заявили, что есть две страны с которыми мы разговаривать не будем мы попытаемся решить все проблемы без их участия а это определенным образом радикализирует всю ситуацию на Ближнем Востоке я думаю, что и в этом вот, наверное, главный урок того, что происходит сейчас или уже произошло в Афганистане Владимир, большое спасибо, что нашли для нас время за ваш комментарий, всего вам доброго до свидания, всего доброго на этом все, напомню, что с нами на связи был доктор Владимир Мисамед из Еврейского университета в Иерусалиме всего доброго у нас есть у нас есть моток